Микс Ньюс Ученые бьют тревогу Неизвестно, как дело повернется Может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты От этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется Открыть ящик Пандоры Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели Это программа Климат-контроль И в студии Константин Рангс Добрый день, господин Добрый день, наступившему всех Новым годом Здоровья, счастья, всех благ Ну и Олег Пиков в студии Также Евгений Копеин Мы буквально день назад С Анастасией Смоловской Обсуждаем изменения, которые произошли В нашем законодательстве Какие вот с нового года У нас происходят перемены Говорили о том, что Сэм внес поправки к законодательству И они вступили уже в силу С 1 января этого года Более строгие требования Контролю за ГМО То есть вот запрещенные для оборота в Евросоюзе продукты Генномодифицированные Чтобы теперь не попадали на латвийский рынок Будет более строгий контроль Надзорной функции Трех госинституций Тут и продовольственная ветеринарная служба И научный институт безопасности продуктов питания И государственная служба защиты растений То есть попытки, ну я понимаю так Успокоить людей Потому что, ну наверное, страх перед генномодифицированными продуктами Это один из таких самых распространенных, может быть, страхов Которые испытывают люди Я понимаю, что не единственная фобия Которая существует в обществе И такое, ну, очень резкое негативное отношение Хотя многие говорят о том Что без ГМО выжить будет достаточно сложно Вот как раз огромнейшая проблема заключается в том Что это же как весы То есть тут надавило Это кромысло поднялось В общем, все взаимосвязано Вот смотрите У нас тут про ГМО говорят, переживают А, например, вот в той же самой Франции В Германии Больше всего уже сейчас волнует Даже не столько ГМО Вроде бы как бы с ГМО контроль есть Там как-то более-менее все понятно А вот как быть с пестицидами А без пестицидов Фермеры, говорят, мы урожай не снимем Им говорят, и не надо снимать урожай с пестицидами Они вредные для здоровья Вызывают раковые заболевания То-се, пято-десято Фермеры, говорят, хорошо Но тогда продукты будут стоить в 2-3 раза дороже Вы готовы за них платить? Вот это самый главный момент То есть, в принципе, что может произойти С всеми этими мерами Благими мерами Я подчеркиваю Как бы идея И очень-то хорошая Обезопасить здоровье человека Вот в чем идея Это не в том, что допускать ГМО, не допускать Идея, чтобы было Не было ущерба здоровью Все согласны с этим, да? Ну, замечательно Дальше возникает следующий момент Сколько будет стоить продукты Население Евросоюза Более 500 миллионов человек Конечно, можно сказать Это треть Китая Но все-таки 500 миллионов человек Это, с другой стороны, 3 с лишним России Вот кто же Это в полтора раза больше Даже больше, чем полтора раза Чем население США Которое составляет около 300 миллионов человек То есть, это очень увесистая часть Населения земного шара Так вот И весьма платежеспособная Пока Так вот, что самое интересное Что вот этих людей надо накормить Если у вас будет в самой Европе Меньше урожайность То в этом случае люди все равно хотят есть Им нужно привезти продукты А вот как эти продукты будут выращиваться За пределами Евросоюза Можно ли будет отследить каждую партию товара Теоретически-то, может быть, она будет и ГМО А может проскочить товар Или товар с пестицидами Есть же еще одна очень тонкая вещь Дело все в том, что когда говорят Что вот перед вами яблоко И содержание пестицидов в нем Меньше установленной нормы Да, вот предельной нормы То всегда нужно упоминать очень важную штуку А какие, собственно говоря, границы разброса Ведь все приборы научные Имеют свою погрешность измерения Больше, меньше И вот в результате анализа Вот вы, условно говоря, получаете величину 50, неважно чего А у вас погрешность От 10 до, опять-таки, до 90 Вот в 40 единиц И что тогда у вас? А вам говорят 75 максимальная верхняя планка То есть, если погрешность в минус То это практически идеальное яблоко А если погрешность плюс Его есть нельзя То есть, вот этот вот вопрос Погрешности измерений Он очень тоже актуальный Но ведь не может же нормальный человек Нормальный обыватель Ходить и заниматься расчетами Из математической статистики Или вникать во все эти вещи Продаются же, по-моему, какие-то специальные Якобы даже приборы Так вот прибор-то и показал, условно говоря 50 единиц, да Но вот этот плюс-минус Он же не видит Производители приборов тоже не дураки Они прекрасно понимают Что если они продадут прибор Который показывает по принципу Лаптем туда, лаптем сюда То никто их прибор покупать-то не будет Понимаете? Хотя, по идее Для научных целей Как раз производится техника Я сам работал с весьма высокоточной аппаратурой Когда был геологом У нас очень высокоточная аппаратура Наверное, самая высокоточная Которая существует в данный момент на Земле Ну, не считая космических телескопов Так вот, у нас были специальные таблицы И мы внимательно следили вообще Что мы меряем И очень часто результаты Которые по среднему значению Казались ясными Когда ты начинал рисовать график погрешностей Ты понимал, что Ну, может да, может нет И это требовало проведения других исследований Следовательно, исследования удорожались Вот тут как раз очень важный момент Кто будет, кто готов платить За весь этот самый экологический банкет У нас есть звонок Здравствуйте, доброе утро Добрый день, доброе утро Знаете, может быть, я что-то не очень хорошо понимаю Но вот мы в школе учили круговорот воды в природе И когда нам говорят Что вот у меня там колодец Чистая вода Никаких удобрений таких Пестицидов, все Ну, может быть, я ошибаюсь Но вот судя по этому круговороту Ведь вода-то испаряется Потом она идет дождиком Потом она попадает в грунтовые воды Где гарантия, что все эти наши уже грунтовые воды Давным-давно не заражены Спасибо Вы знаете, вот тут очень хорошее слово вы употребили Грунтовые воды Гидрогеолог сразу Человек, который занимается геологией воды Он тут же скажет Что да, вот с этими поверхностными водами Которые вы можете вскрыть колодцем Вот с ними как раз большая проблема То, что посыпали на соседских полях, допустим, пестицидами Они быстро просочатся Попадут вот эти вот воды сверху Верхомодкой их еще называют И очень большие шансы Точнее, почти что стопроцентные Что вы очень скоро будете черпать воду С растворенными удобрениями и пестицидами Это факт С другой стороны Существуют воды артезианские Которые бурить нужно 100 метров, 200, 300, 500 И эти воды Они тоже когда-то Были, образовались за счет осадков Но осадков выпавших Тысячи, десятки тысяч А во многих случаях Миллионы лет тому назад Поэтому, когда вы берете артезианскую воду Даже если рядом выпадут радиоактивные осадки Это же специально Это не шутки На случай атомной войны Это в 50-е, 60-е, 70-е годы Разрабатывались и бурились Специальные скважины Их потом закатывали Можно сказать, так закрывали Но они делались Консервировали Консервировались Из какого расчета? Даже если бы на поверхности Было взрываться атомные бомбы То из скважины с большой глубины В сотни метров Туда эта радиация Просто-напросто В обозримом будущем Это несколько тысяч лет минимум Минимум Она просто не дойдет А во многих случаях Она сможет от места заражения От места питания этого горизонта До места, где мы качаем воду Пройдет что-то около миллиона лет За миллион лет распадутся эти радионуклины То есть, вот эти воды артезианские Чем они и хороши Эти воды Это консервы природы Которая, можно сказать Для нас сделала природа За долгое-долгое время До того момента Как мы начали использовать Всемозможные, так скажем Искусственные вещества То есть, вот это как раз Очень положительная сторона Опять же, проблема в том Что артезианские воды Их ценность стали понимать Ну, только в последние десятилетия А до этого, например, в том же самом Лос-Анджелесе, в окрестностях Эти воды качали, качали, качали В результате там земля оседала На несколько метров уже больше просела И только потом спохватились Что эти уже воды так быстро То есть, их откачать гораздо быстрее Чем они накопятся Ведь фильтрация ничтожная Бывают места, где фильтрация Миллиметры в год Посчитайте, сколько Как вообще движется медленно вода А вы тут, там, где она Сконцентрировалась Вы можете это выкачать очень быстро Поэтому артезианские воды Сейчас во всем мире Рассматриваются Как ценнейший ресурс Ведь очень часто они соленые Хотя современные технологии Позволяют соль отделить И получить вот эту чистую воду Которая, условно говоря Залегла еще времена Благословенных динозавров Ну и очень часто мы видим Как продается, ну не знаю Насколько она действительно Артезианская вода Там забешенные деньги В магазинах Это другой вопрос Во-первых, очень популярны Воды ледниковые Вот, есть, допустим Ледниковые воды Это в основном альпийские Вот в наших краях Допустим, в России Я встречал байкальские воды Вот, которые берутся из Ну, как бы оттуда, да Потом Очень много воды Действительно артезианской Дело все в том, что Допустим, воды Северного Кавказа Там замечательная совершенно Ситуация Вот, поскольку Кавказ Это же вот эти Эльбрус, Казбек Это же на самом деле Так скажем Подзаснувшие вулканы Кавказ Продолжает подниматься Вверх Он разрывает Осадочные породы Которые есть К югу и к северу И что получается Та вода, которая Концентрируется На вершинах Кавказского хребта Она потом попадает В водоносные горизонты И напорно Выходит Допустим В таких местах Где находятся Вот эти знаменитые Источники Кавказских минеральных вод Самые разные И к северу От Кавказа И к югу К югу Там самое знаменитое Это Боржоми Тут уже Это даже не реклама Потому что Это знают все Тут можно Кучу других названий К северу Это регион Кавказских минеральных вод Всевозможное Начиная от Нарзанов И там так дальше Понеслось То есть Любой человек Может зайти в интернет Прочитать Про минеральные воды Кавказа И он действительно Убедится Что Великое многообразие А откуда оно берется? Оно берется От того, что вода Которая Что называется Выпала на вершины Она просто-напросто Двигаясь вниз Скатываясь Но не по поверхности А через пористые породы Останочные Растворяет Те или иные породы Породы С одним С одним Химическим составом Дают Один набор Элементов С другим Дают Другой набор Элементов Тут они Нагреваются Тут остывают Тут газируются В общем Природная такая Лаборатория Да-да-да Кавказ Живой И вот этот Живой Кавказ Радует Его гостей Изобилием Биологически Активных Вот Минеральных Вот Точно Самое То же самое Можно сказать Про Альпы Без всякого Сомнения То же самое Есть в Соединенных Штатах Америки То же самое Есть в Юго-Восточной Азии Там Где Гималай То есть В принципе В мире есть Такие места Где с водами Все Как говорится Хорошо Насколько Они Как скажем Эти ресурсы Истощаемые А вот это Очень важный момент Питаются Тони Вот эти Горизонты Из той Влаги Которая Выпадает В горах Большим Таким Как сказать Резервом Являются Ледники Есть Например Ценители Которые Предпочитают Пить воду Именно Не минерализованную Не очищенную От солей А натуральную Вот эту Ледниковую Воду Ну Одни Допустим Говорят Что это Как раз Очень хорошо Для почек Она Как бы Очищает Организм От шлаков Ну Тут Говорится Тут Это Мы Можем Углубляться В совершенно Отдельную Тему Но Факт тот Что Уменьшается Площадь Ледников В горах А это Означает Что и Питание Вот этих Самых В том числе Подземных Горизонтов Тоже Ухудшается Где много С химическими Веществами То есть Люди Не очень Себе Хорошо Представляют Что они Сами Ходячая Химическая Реакция И каждую Долю Секунды В их Организме Проходит Химическая Реакция И вообще Когда Они Солят Свою Еду Они Солят Натрий Хлор Но люди Не очень Хорошо Себе Представляют Что Натрий Хлор Полученный Синтетическим Путем Или Выпаренный Из моря Это тоже Натрий Хлор Просто Натрий Хлор Из моря Он будет Еще Содержать Какие-то Дополнительные Металлы В том числе Тяжелые Ведь Трудно Себе Бывает Представить Но Оказывается Морская Это вода Например Там и золото И уран И все Что угодно Есть Она от природы Такая Вода Универсальный Растворитель И вот Это ощущение С одной стороны Люди Боятся Вот этих Но они же Не думают Не о соли Они думают О чем Они думают О пестицидах О всевозможных Вот этих Генетически Модифицированных Все это Превращается В условную Химию И вот эту Химию Они боятся Но при всем При этом Люди Совершенно Спокойно Могут Читать Как я видел В интернете Какую-то Жуткую Дичь Под названием Что если вы Страдаете Повышенной Кислотностью Желудка Вам необходимо Пить лимонный Сок Это замечательно Это заливать Пожар керосином У вас И так В желудке Плещется Соляная Кислота В ней Гвозди Растворяются А вы Еще туда Лимонного Сока Бухнете Срочно Так же Многие Люди Даже Которые В школе Учились На вопрос О том Что если Ты обжегся Кислотой Уксусной Раствором Чего Можно легче Всего Погасить Вот это Действие Кислоты Это Поваренная Сода Которая Есть Практически Что в Каждом Доме Если Если Ты работаешь С Кислотами То Можно Заранее Заготовить Банку Раствора Соды Потому Что Это Мгновенная Реакция Нейтрализации Одно Щелочь Нейтрализует Кислоту И Образуется Соль Но Соль Лучше Чем Кислота На руках Но Вот Это Тоже Как-то Выпадает Мы Что Не Делаем Мы Запускаем Ту Или Иную Химическую Реакцию И Нужно Понимать Что С одной Стороны Существуют Химические Реакции Которые Для нас Положительные Есть Которые Отрицательные Но Ведь Никто Опять-таки Не Собирается Вникать Во все Эти Тонкости И Поэтому Формируется Вот Такое Четкое Представление Мы Против Химии На Полях Ну Вот Мы Против Химии На Полях Тогда Возникает Вопрос Являетесь Ли Противниками Дешевых Продуктов В вашем Холодильнике Насколько А У нас Есть Просто Звонок Здравствуйте Да Пожалуйста Доброе Вопросов Не будет Только Хочу Выразить Благодарность Редакции И вашему Огромную Благодарность Гости Я конечно Вырос На Очень Популярной Администратуре Да В детстве Очень много Печитал Но Уже Как глоток Свежего Возвых Ваш Гост Он Во-первых Представляет Сему Очень Интересно Очень Своеобразно Может быть Я таких Не так Много Не знаю Просто Благодарен Очень Гостью И вам За то Что вы Его Приглашаете На все Вопросы Экологии Это Безумное Благодарность Спасибо Спасибо Большое Но тут Это действительно Очень Горячая Тема Мы Именно Говорим О том Что Если Это Приводит К удорожанию Продуктов В таком Обыденном Сознании Мы Все время Считаем Что Раньше Были Продукты Чистые Без Примеси Химии Сейчас Это В принципе Все Все продукты Они Несут вред Организму Которые Выращены С использования Искусственных Химических Удобрений Насколько Реально Прокормить Население Земли Не используя Вернувшись К старому Дедовскому Способу Насколько Урожайность Хватит Ли Ее Без Использования Искусственных Каких-то Вот тут Очень интересный Момент Когда говорят О том Что Есть две точки Зрения Сразу скажу Одни говорят Что Ой да Совершенно Спокойно Можем Можем Прокормить Натуральным Хозяйством Да Все эти Семь с половиной Миллиардов Человек Вторая же По точке Зрения О том Что Без новых Технологий Ничего Уже Ну Не сделать И вообще Даже Выращивать Что-то На поверхности Земли Это Архаика Нужно Переходить Гидропоники В массовом Масштабе Под солнечным Светом Ничего Толком Тоже Не вырастет Нужно Под специальными Лед-лампами Строго Определенным Спектральным Диапазоном И вот Тогда Мы можем Выращивать Пищу На фабриках И вот Тогда Она будет Полностью Контролируемая Никаких Жучков Паучков Вредителей И вообще Все будет Замечательно То есть Одни считают Что Нужно Уходить В древность В античные Способы Выращивания Продуктов Другие В диких Восторгах От Технологий И они Как раз Мечтают Что Все Технологии Решат Судя По всему То истина Где-то Наверное Посередине Дело Все в том Что Выращивать Старыми Путями Тут же Тоже Надо Учитывать Что Химия Это Опять-таки Все Вот Например Говорят Нитраты В овощах Допустим Но Извините Меня Если Вы Перекормите Естественным Навозом Свою Грядку Это Проверялось Уже Многократно Даже Нечего Говорить То Тоже Будет Избыток Нитратов В овощах Потому Что В природе В природных Условиях Навоз Кучками Не собирается Животные Достаточно Чистоплотные Одни А другим Все по барабану Они как ходят Так и гадят И поэтому Навоз Как-то так Размазывается На широкой площади Нет того Чтоб он На грядке Концентрировался Так вот Самое интересное Еще другое Что растения Если их хорошо Перекормить Навозом Они вообще Растут неправильно Для них Это тоже Вредно То есть И для человека Который их съест Вредно И для самих Растений Вредно Точно так же Если вы будете Употреблять Удобрения Те же самые Азотные удобрения Полученные Синтетическим путем Но крайне умеренно И согласно инструкции То скорее всего В ваших огурцах Не будет Повышенного Содержания Нитратов Но ведь Беда-то в чем Я сам видел Как на пакете Для удобрения Помидоров На котором написано Что нужно Сыпать Одну чайную ложку На квадратный метр Казалось бы Возьмите Посчитайте Площадь Своей грядки Это легко Посчитать Ширина на длину Посчитайте Количество квадратных метров Количество Чайных ложек Написанного Инструкции Растворите это В лейке И полейте Нет Человек С широкой Такой Своей Мощной Ладонью Этот самый Греб Этот самый Удобрение И щедро Сыпал Всю землю Ну чё Как снегом На вопрос О том Что Ну тут же Инструкция Сказал Ну да Все по науке По закону Делать Голодный Останешься Ну вы понимаете Я понимаю Что Логика Человека Была Совершенно Определенная Он считал Что при изготовлении Воруют И поэтому В этом удобрении Настоящего Удобрения Очень мало И поэтому Нужно Сыпать его Больше Ну вы знаете Можно Смеяться Надо этим Можно плакать Но К сожалению Я так думаю Это Недоверие К тому Что вам Предлагают Производители Оно появилось И тоже Ведь не случайно Ведь не случайно Например Подвергаются Критики В той же Западной Европе Особенно Американские Компании Которые Продают Вот те же Самые С чего мы Начали Генетически Модифицированные Продукты Компании Заявляют О том Что Мы проводили Исследования А им не верят Потому что Были И ни один случай Когда говорили Что Все вроде бы Хорошо А на самом деле Все плохо И ведь такое Было не только С удобрениями Но и с лекарствами С продуктами Питания То есть Это в странах Восточной Европы Или допустим В бывшем Советском Союзе Какое-то время В 90-е нулевые Была такая Эйфория От того Что вот Западная Промышленность Условно Западная Она делает Все высокого Качества Потом Когда Со временем Стало Больше информации Стали понимать Что в принципе Это зависит Не от Условной Там Западной Восточной Промышленности А от Того Как бы Собственных Моральных Устоев Тех людей Которыми Этими Предприятиями Руководят Или ими Владеют Были Откровенные Прохиндеи А были Фирмы С очень Так скажем Устойчивой Репутацией То есть Это Надо с этим Разбираться И вот Как раз Я так думаю Что Вот сейчас Европейские Избиратели Они голосуют За те Партии Которые Поднимают Вот эти Знамена И не только Знамена Вот этого Условного Борьбы С глобальным Потеплением Но и в том числе Вообще Контроля За Теми Веществами Которые Мы Используем И вот Тут Очень Важный Момент Потому Что Если Люди Начнут Больше В это Все Дело Вникать То Я так Думаю Что Так скажем Акценты Могут Здорово Меняться Потому Что Уже В конце Прошлого Года Было Целый Ряд Статей Где Задавались Вопросом Так Погодите А что Мы будем Делать С отработанными Аккумуляторами Наших Электромобилей Что Мы будем Делать Это Все На вопрос Кто Готов Этим Заниматься Кто Вроде Готов Хорошо У других Людей Как раз Вопросы Связанные С ГМО Потому Что Все Прекрасно Понимают Что Американские Концерны Мировые Лидеры В этой Области Они Естественно Хотят Попасть На европейский Рынок Со своей Продукцией Тем Или Иным Способом Но Европа Как бы Сейчас Держит Оборону Поскольку Европейцы Провалят Любую Партию Которая Согласится Подписывать С американцами Договор О снижении Контроля Вот За ГМО Тут Они Что Называется Насколько Вот Кстати Эти Опасения Имеют Почву Насколько Действительно Это Страшно И Может Привести То есть С одной Стороны Мы Все Время Говорим О том Что Это Ну Мы Пугаемся Что Вот Это Приведет К Ущербу Для Здоровья С другой Стороны Ведь Эту Продукцию Выпускают В это Вкладывают Большие Деньги То есть Какие-то Исследования Же Должны Проводить Нельзя же Выпускать Заведомо Ну Продукты Да нет Формально Это Собственно Говоря Ну Это Же Только Можно Как Говорят Ну Это Было Очень Смешно Когда Говорят Что Если Я съем Помидор С Геном Медузы То Я Там В Медузу Разлагаются С помощью Соляной Кислоты Так называемых Пептидов На части На составные Элементы На элементы На молекулы И вот эти Молекулы Уже дальше Использует Наш организм Наш организм Не использует Помидор С его Генетическим Кодом В цельном Виде Все это Рассыпается И Условно говоря Как вот Можете себе Представить Огромный Помидор Сделанный Из вот Этих Пазла Фигурок Этих Леговских Когда он Попал На Желудок Он Грохается И Рассыпается И Как вы Не Собираете Вы Все равно Получите Вот Этот Набор Это Говорят Подавляющее Большинство Биологов Но Есть Те Кто Вызывают У которых Есть Свои Сомнения Европейская Позиция Сейчас Довольно Взвешенная Европейцы Говорят Что Нужно Просто Продолжать Исследования И Нужно Учитывать Что А Прошло Слишком Мало Времени С момента Начала Применения ГМО Мы Еще Не Видим Долговременных Последствий Ведь Последствия Могут Появиться Уже Тогда Когда Родятся Дети Тех Людей Которые Питались Этим ГМО Это Лаг В 30 40 Лет Нужно Дождаться Второго Поколения Но Дело Все в том Что Дожидаться Второго Поколения То есть 40 лет Для компаний Которые Живут В условиях Вот этого Самого Бешеного Ритма Производственного Просто Напросто Ну Это Самоубийство Поэтому Естественно Они Ищут Разные Способы Продавать Свой Товар Это Их Что Называется Жизнь Это Их Профит Их Доход Но Ведь Возникает Проблема С одной Стороны Европейцы Готовы Провалить Любую Партию Которая Откроет Шлюзы Для Генномодифицированных Продуктов А С другой Стороны Те же Химии Вызовут Повышение Причем Я понимаю Очень сильное Повышение Цен На Продукты На Полках Магазинов И Немногие Смогут Себе Позволить Ну В самом Те Дело Европейцев 500 Миллионов Полмиллиарда И Что Называется Что Не Голова То Свои Собственные Мысли Понимаете Действительно Иногда Просто Диву Даешься С одной Стороны Говорят О том Что Ни в коем Случай Нельзя Использовать Вот эти Самые Вещества Поскольку Они Оказывают Огромное Поражающее Воздействие Это как С той же Самой Радиацией Есть Какая Таинственная Радиация И При этом Самолюди Летают На Самолетах Ну Извините Меня Пожалуйста Дозу Которую Можно Получить Во время Полета На Самолете На Высоте 12 тысяч Метров Эшелон Это Примерно В 30 Раз Больше В час За один Час Чем Если Вы Находитесь На уровне Земли Например Где-нибудь Здесь Под Ригой Ну То есть 10 микрорентген В час И 300 Микрорентген В час Но Если Вы Скажете Что 30 Раз Больше То У Человека Может Наступить Отсопьянение А С другой Стороны Эти 30 Раз Это Ничего Не Значит Потому Что На Земле Полно Мест Довольно Поколениями Где Примерно Такой Уровень Радиации Это Все Равно Не То Что Вообще Как Пилоты Живут Они Должны Не Успевать До Пенсии Дотянуть Что На самом деле Совсем Не Так Дело Все В том Что Существует Определенное Время Которое Нужно Чтобы Накопить Вот Этот Уровень Излучения Но Опять Так В Это Тоже Люди Особо Не Хотят Влезать Люди Предлагают Кушать Гомеопатические Препараты С одной Стороны Ведь Есть Масса Специалистов Которые Доказывают Что Это Очень Полезно Есть Люди Которые Пользовались Этими Препаратами А Есть Сторонники Тоже Так Скажем Образованные Люди Которые Тут же Начнут Доказывать Что Все Это Ерунда Поскольку Никакого Влияния Они Чисто Физически Оказать Не Могут Не Вот Эти Разные Партии Людей Разные Группы Людей Пытаются Основную Массу Обывателей Склонить На Свою Сторону Политики Же Чутко Реагируя Куда Что Интересует Общественность И Желая Переизбрания Естественно В следующем Электоральном Цикле Внимательно Следят За тем Что Куда Ветер Дует И Они Быстро Подключаются К той Или Иной Группе Поэтому Огромное Значение Имеет Не только То Что Есть На самом Деле А то Как Это Представляется Широкой Публике Можно Сказать Так Что Посмотрите Этот Феномен Греты Тунберг Ну Ну Вот Посмотрите Вот Она Да Вот Ее Как только Не называют Сумасшедший Больной Все Пятое Десятое Но Ведь Она Сказала Слова Которые Говорили И до Этого Но Как Она Их Сказала Где В каком Виде Как Она Прибыла В Нью-Йорк И Это Сразу Становится Медийным Таким Вкусной Такой Штукой Которой Реагируют Люди Реагируют Психологически Реагируют Не головой Они Реагируют Сердцем И Все Эта Тема Взлетает Сегодня В Норвегии В юго-восточной Части Норвегии Температура Воздуха Плюс 19 Градусов Зимой Зимой В январе В Норвегии В Норвегии Мэр Города Который Там Находится С сумасшедшим Названием Я не могу Его выговорить Но Показывали По Евроньюз Она пошла И пошла Купаться Она просто Сказала Что у них Летом Плюс 19 А тут В январе Что терять Время Самое То И вот Это тоже Шокирует Людей Что вот Оно Глобальное Потепление Простите Выходим На улицу Что мы Видим Мы видим Зеленеющую Траву У нас Впереди До Самого До Двадцатых Чисел Примерно Плюс 5 Плюс 6 Градусов Будет Вот вам Пожалуйста Январь И тут Слова На этом Фоне Грет И Тунберг Очень Даже Попадают Что называется В поток Мы же Сами Видим Что потепление А посмотрите Что творится В Австралии За Две Тысячи Километров От Австралии В Новой Зеландии Желтое Небо От дымов Австралийских Пожаров Две Тысячи Километров Это Как Отсюда До Италии Представьте Все Там горит А у нас Пахнет Вот Это Кошмарная Вещь Там Как тоже Передают Европейские И Австралийские Каналы О том Что по разным Подсчетам Треть популяции Коал уже погибла А что с остальными Будет Тоже непонятно Потому что Горят Как раз Вот эти Эвкалиптовые леса Которыми Коалы и питаются Остаются Палки Только Голые Нет Они потом Как-то Живут Но Коалам-то Есть Нечего И бедные Животные Они не очень Быстро Бегают Они Выходят На дороги И сейчас Спасение У людей Грузят В машины Эти Коалы Коалы Никогда Особой Любви К людям Не отличались Сидели Себе И питались Они Все Ну Куда Деваться Приезжало И вот Это очень Важный Момент А погода Становится Все более Жаркая Это уже Все Это уже Проблема При этом Те же самые 2000 километров К северу Индонезия А там Наводнение Джакарта Под водой Там Жуткие Совершенно Дожди Потому что То что Высохло В Австралии Выпало В Индонезии Мы в замкнутой Системе Если тут Нагревается Тут Мерзнет Если тут Испарилось Тут прольется И чем сильнее Испарилось В одной точке Тем сильнее Будет потоп В другой И вот На этом фоне При такой Вот списке Ну Новостей Естественно Что Так скажем Тезисы Греты Тунберг Они Находят Отзыв Отклик В сердцах Людей Поэтому я думаю Что это еще Тема только Раскручивается Ну что же Это был Константин Рангс И программа Климат-контроль Мы встретимся Обязательно Через неделю Продолжим разговоры Об изменении Климата И что это Несет Каждому Из нас Спасибо большое Всего вам доброго До свидания